Чтобы рассеять сомнения, устанавливаем bp, минуем вызов с помощью f8 и идем к следующему обкоду. Устанавливаем здесь bp. Минуем вызов с помощью f8 и идем к следующему обкоду. Вот следующий. Видим, что в стейке осталось значение минус 1, много буквы f. Вероятно, начальщие строчки не равны. Запишем возможность серийный номер и попробуем его использовать. Нажимаем на кнопку регистр. Нам сейчас нужно... Думал, точки снова поудалять. Вроде все запустилось. CRK 746. Вот один джамп. Продолжаем. Это memory breakpoint. Еще раз. Вот точка снова. Breakpoint обычная. Но основе есть у этого вызова. Проходим его с помощью f8. Идем к следующему обкоду, как и в прошлый раз. Видим на выходе 0 здесь. Видим, что в данном случае результатом является 0, так как обе строки одинаковы. Допускаем. Нам говорят, клави корректа. Клави корректа. Как мы увидели, не обязательно трассировать все подряд. Нужно найти подозрительную область и трассировать только неизвестные обкоды. Это оказалось достаточным, чтобы найти серийный номер исследуемой программы. Для заинтересованных более детализированных список, где изложены сведения, которые нам удалось узнать. Вот такой файлик с комментариями и переводом. Тоже есть статья. Полезно знать, как работать с пикодом в Оли. Так как есть программы, которые защитены от VKT и ExeDeca. Но в случае с Оли мы можем использовать плагин, который спрячет ее практически ото всех, кроме очень редких исключений. Дальше. С этим закончили. Загружаем предлагаемый crack.me.nags1. Который просит нас убрать первоначально наг окно. Смотрим его листин в XD. Вот. Загрузился. Видим, что знаменитый наг. Наг. Это просто RTC и MessageBox. Вот. Вызываем это функцию. В пикоде нет нопов, чтобы занопить. Поэтому нам нужно забить эту функцию обкодами, которая не изменяет хода выполнения программы. Установим BPM на обкоде, вызывающем RTC MessageBox. Запускаем программу. Сначала вот тут откроем. А, уже, по-моему, открывали. Хорошо. Вот, видим эти функции. Значит, он нам загрузил. Адрес у нас, значит, вот такой. 401-A2D. 401-A2D. И ставим на него точку снова на память. Останавливается, когда считывается обкод. Убираем лишнее. Заново перезагрузим. Еще раз сюда. И 401-A2D. Breakpoint. Memory on test. Запускаем. Сназка засчитывается программа. Ну вот. Move.Al. Все правильно. Здесь есть. Видим, что адрес стеки вот такой. 12F9.E8. Идем к следующему коду. Сначала, конечно, выскочит на окошко. Поэтому надо будет нажать отцептор. Окей. Вот следующий обкод. Есть. Здесь мы находим до следующего обкода после call.eax, который вызвал api-функцию rtc messagebox. то есть вот после этого call.eax. Значит, наша задача сейчас. А, в стеке находится 12F9. Заменить F4. Наша задача значит типа занопать. Но на самом деле заменить вот эту команду, которая вызывает нашу эту функцию, которая нам не нужна. 0a начинается. Все аргументы. Нужно заменить на что-то дорогое. Предлагает использовать push с помощью F5. Обкода. Значит, открываем снова табличку. Ищем сначала 0a. 0a. Видим, что он вызвал функции. Вот. Значит, помню, о чем нагоним. Здесь два парамента по два байта. И сумма значит четыре штуки. Рыгает на push. То есть ставка другой команды, другого обкода. под номером число общим у него будет F5. Где оно тут? F5. Вот. F5 4. 4 байта. Значит, один аргумент. 4 байта. Здесь 4 байта всего. Рыгает вот эту команду ввести. Не, обкод. Значит, пробуем изменить 0a на F5 и делаем все параметры равным нулю. Значит, три параметра размером равным 0a. Столько нам нужно и заменить. Нарваха говорит про размер параметров, которые равны 0a. Это вот здесь, в стеке. Значит, меняем вот здесь. Это первый байт. был 0a, F5. Но остальные все нули. Следующий обкод 36, как показывает нам xdac. Вот. 36. Мы всегда должны быть уверены, что замещающий код имеет такое же количество параметров, как у замещаемых, чтобы не было проблем. Сохраняем изменения. Что у нас тут еще есть? Точку снова всякий случай удали. Говорит, сохраняем изменения. В дампе именно называем copy to the table. Убираем с окошка. Save File. Немножко отличается с вопросами, когда дизассемблер нажимаешь. Save File. Nugs 1.1.1. Ну, сейчас можно нажать выполнить. Вот. Нам говорит Eliminar Lanag Initial. Доходим до сюда без появления Nug окна. В другой раз вероятно можно использовать иной обкод для патчинга. То есть, в данном случае у нас был пример патчинга. В качестве домашнего упражнения вы можете пробовать решить крекми Nug2, прилагающийся к данной статье. Попробуем запустить это дело. значит, так он у нас выглядел. патчинга. Продолжение следует... патчинга.